Как выбрать систему посадки орхидеи так, чтобы и корни не гнили, и растение развивалось, и корни росли? Давайте с этим будем сегодня разбираться поподробнее на примерах моих орхидеи. Сейчас я вам демонстрирую в кадре свою первую экземпляр коллекции как для примера. И посмотрите, я уже показывала ранее, она сама растет, дала детку и на детки детка. Это показывает о том, что растению нравится такой способ посадки, нравится его компонент Моксфагнум, и поэтому я решила оставить все на своясть. Не нужно кардинально менять систему посадки, даже исходя из тех факторов, что Моксфагнум действительно немножечко спрессован. В интернете можно найти уйму информации о том, что если вы лицезреете в горшках спрессованный субстрат, то лучше всего, даже не прибегая к пересадке, просто достать растение, вспучить почву и вернуть то, как было. Но я рекомендую вам все-таки отталкиваться не со слов кого-то, а лишь опираться на свои наблюдения. Только ваши растения покажут и подскажут вам, как поступить. Вот смотрите, мы сейчас рассматриваем мой вариант. И уже понятно, даже тем, кто особо не вникает в этот вопрос, что пересаживать нет надобности. Доставать абсолютно нет даже малейшего повода. Конечно, корни своим видом показывают, что им хорошо. Им достаточно воды, им достаточно аградзии для того, чтобы просохнуть. Поэтому, конечно же, такие растения мы очень аккуратно спали вам. Лучше всего по краю тонкой струйкой из лейки. Я уже вам как-то в одном из видео про корневую систему растений показывала и хвасталась этим шикарным, красивым, завидным корешком. Вот он показывает тоже сигнал к тому, поднимает ручку, что те условия, в которых сейчас он обитает, ему нравятся. Покажу корневую целиком. Обратите внимание, это настоящий предмет гордости. Какие корни? Они слоники. Это растение, оно не было пересажено с самого момента покупки. Обращаю ваше внимание, в этом точно так же не было никакой даже намека на необходимость проведения этой процедуры, потому что растение здоровое. У меня часто спрашивают. Инночка, подскажите, пожалуйста, растение цветет, растение выпустило стрелку. Или, например, даже с учетом того, что растение отцвело. Стоит ли его доставать из корышка и пересаживать? Мой ответ всегда прост и категоричен. Неизменный ориентир и критерий у нас в корне. Если они здоровы, то неважно, будет ли растение цвести или уже у него период до наращивания листовой розетки, пересаживать не стоит. Корни вам ответят сами. А вот как выглядит листва той орхишки, которую я сейчас показывала вам на экране, с таким вот, снизу виднеется, теным, красивым, прекрасным корешком. Листва блестящие, сильные. И, кстати, те, кто смотрит меня постоянно, уже узнали, что эта представительница коллекции успела еще перенести нашествие уредителей, в частности, трипсов. Вы можете себе представить, она была обработана своевременно и вовремя октарой. Октары, кто как называет. Из расчета 1,4 грамма на 1 литр воды. И смотрите, какой концентрат хорошо сработал. И посмотрите, растение не то, что адаптируется и оклемалось после применения всех этих действительно, поистину, серьезных препаратов, мощных. Оно еще действительно воспряло. Оно задышало полной грудью. Посмотрите, и здесь корневая система со всеми торфяными стаканчиками с момента приобретения все равно сумела сохранить корневую, как прежняя. В контексте того, что растения, даже не пересаженные, справляются на ура со всеми обработками октарой, после вредителей, я еще показываю тоже участницу, которая точно так же, как и предыдущие, перенесла все эти тяжести, заболевания. И смотрите, как она сейчас прекрасно раскрывает все-все бутончики до единого. Ни один не стрессанул с момента обработки. И это показывает и доказывает, что если все сделать правильно, растение опрянется и даже без малейших потерь. Посмотрите, какое количество бутончиков. Это настоящая буря бутонизации. Все это благодаря использованию тех препаратов, о которых я уже вам рассказывала неоднократно. Сейчас наступило весеннее время, и поэтому ростовые процессы естественным образом запустились и будут, конечно же, способствовать в работе с другими препаратами. Вот обратите внимание на качество корневой системы этой орхидейки. Не знаю, это, наверное, одна из самых лучших позиций моей коллекции, потому что, посмотрите, здесь полностью горшок усыпа корневой системы. Есть конденсат, потому что я их недавно поливала. Поэтому, конечно же, цвет корней тоже напитан, пропитан водичкой. Корневая очень красивая, здорова и понимает, что все обратно. Такое растение действительно может так красиво цвести. Вот еще покручу-поверчу с этого ракурса точно такая же ситуация. Куча корней, полный-полный-полный корешок. Все здоровые, то единого. И остатки там виднеются вот на дне следы от октары, порошка белого цвета. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я призываю не пересаживать растения. Я считаю, пересадки, они должны быть, они есть и они будут. Поэтому я решила показать для честности, что у меня тоже много-много-много позиций. Точно так же успешно живут, растут и развиваются, цветут даже после пересадки. Показываю одну из популярных классик. Это карасосновый древесный уколь и еще перемешка у меня керамзит. Покажу сейчас поближе. Вот как корни растут, хорошо развиваются и тянутся, конечно же, к лаге, которую они чувствуют снизу. Это кашпо двойное, то есть коршок-каршок. С дренажными выходами, сейчас покажу, даже виднеется он частички, фрагменты керамзита. Я его в одиночку никогда не использую. Я считаю, он очень инертен химически и беден по плодородию. Поэтому обязательно его совмещаю. Не зря мы все всю жизнь использовали ее только как дренажный слой. И вот как в коршке уже хорошо просматриваются, виднеются корешки. Этот коршок, в отличие от других моих, он матовый. Поэтому немножечко, конечно, не так хорошо все видно, как хотелось бы. То есть стенки не прозрачные, глянцевые, а матовые. Поэтому немножечко это затрудняет вид, но тем не менее их можно проследить. И, кстати, специально для вас я специально разрыла, немножечко разрыхлила верхний слой, дабы вы хотя бы сверху смогли посмотреть, как корневая шапка хорошо разрослась. Она сейчас не в активной стадии своего роста, потому что эти все-таки корни появились заблаговременно еще в осеннее время. Поэтому уже на период весны они, конечно же, еще не на этапе активности. Но, тем не менее, с приходом тепла у меня сейчас просто на лучшее, конечно же, еще все равно держится прохлада. Сами понимаете, бывает за окном вот на днях было плюс 10, тогда была жара. Но сейчас у нас, конечно же, плюс 10 за окном на лоджии теплее, на лоджии градусов 18-20. Но сейчас за окном у нас не плюс 10, а намного меньше. И на лоджии, соответственно, точно так же температура пониже. А вот эта орхидейка тоже пересажена в ту систему, которую я показывала только что. То есть это карака сосновая. Кстати, я об этом, возможно, не упомянула. Но она заготовлена вручную, собранная самостоятельно, крупные фракции. Я сама ее на фрагменты делила. И смотрите, обратите внимание, уже даже новый цистоносик. Счастью моему нет предела. Покажу тоже корни. А в отличие от предыдущего варианта, здесь повода для кортости намного больше. Посмотрите, какая активность. Сейчас еще поищу таких. Смотрите, даже долго искать мне пришлось. Сейчас я просто убрала уже первый кусочек коры. И посмотрите, какая картина нарисовалась. Плюс еще один активный. Здесь такие корни крутые. Поэтому я абсолютно не удалена, что проклевывается ты нос. Смотрите, здесь тоже горшочек такой слегка матовость имеет. Но тем не менее, я думаю, все равно вам удастся увидеть, рассмотреть, что вот там активный-активный корешочек растет. Он очень хорошо тянется к влаге, которую я чувствую. Сейчас покажу, в каком кашпо он стоит. Корневая, конечно, у него очень шикарная. И все отдельные. Вот в таком кашпо он стоит. Обратите внимание на эти ножки, которые, видите, там остатки влаги есть, поэтому корешочки чувствуют ее и тянутся. Они как датчики, индикаторы. То есть в этом экземпляре на дне горшочка вода стекла, потому что субстрат весьма такой влагоемкий, но при этом хорошо пористый за счет керамзита. И посмотрите, видите, за счет этих ножек орхидейка не стоит полностью в воде. Сейчас я ее поставлю и покажу, как она находится над уровнем над водой. И, кстати, помимо этих ножек, горшок, видите, как не достает дна. Он практически парит в воздухе. А теперь показываю вам орхидейку, которая растет точно в такой же системе. Посмотрите, точно такой же результат. Вот новый цветоносик маленький. Вот вам показываю указкой. А вот как выглядит растение целиком уже в Тали. Поэтому вывод прост. Важно не то, какие компоненты будут использованы. Они обязательно должны обладать такими качествами, как воздухопроницаемость, водопроницаемость, рыхлость и аэрация. Только так, в тандеме с правильным поливом, вы сможете добиться тех результатов, которые нет. Поэтому, если вы думаете, что пена в стекло, что керамзит, что кора сосновая, что другие компоненты, которые сейчас набирают, набирают популярность, конкретно пени или другие известные марки коры, помогут вам не допускать загнивания. Конечно же, они помогут. Но всегда помните решающий выбор за вами. То, как вы польете и в какие условия просыхаемости поставите орхидейку потом.